Сегодня в Гомерре подписано новое трехбаковое погоднение помеж Абл-Выконкам, областным комитетом профсоюзов и областным союзом наймальников. Ключовый для усяго региона документ социального партнерства будет действовать на протяжении 2019-2021 годов. Тему протяжения Евгения Кухаронак. Подписание погоднение – заключенный этап конструктивного диалога Улады профсоюзов и наймальников региона. При его подрыхту это был уличенный опыт заключения и выполнения передних документов. А так само – змену в працованном законодавстве краины. Узаемная затекавленность социальных партнеров посприяла тому, что погоднение узмацнило правы и гаранты работников. Этот нормативный акт, это соглашение, он принципиально очень отличается от предыдущих, потому что он носит в основном свой обязательный характер. Ранее соглашение существовало, оно носило каким-то, можно сказать, в большей степени рекомендательный характер. В настоящее время это тот документ, который необходим нашим правозащитникам для отставления именно в судах прав и гарантий наших граждан, трудящихся. Так, в новом погоднении предназначены додатковые нормы для работников, которые имеют неповные семьи и выховывают неполнолетних детей. Замасованы меры стимулирования работников, закрануты питания занятостей, у тем лику працуалаткования молодзи, особ с обмежеванными махчимостями грамадян пенсийного взросла, которые выховывают неполнолетних детей. Нормы трехбакового погоднения обовязковые и не могут быть изменены в бок снижения социальной и экономичной обороненности работников. Данный документ – это тот свод минимальных гарантий, минимальных норм для как нанимателей, так и работников, для того, чтобы в дальнейшем на основе соглашения заключались и коллективные договора, и отраслевые, тарифные, районные, городские соглашения. Погоднение закликано заховать социально-экономичную стабильность в працуных коллективах, а разом с тем и поддерживать динамичное развитие экономики региона. Отзначим, в минулом году в области было створено 7,5 тысяч новых працуных мест. На третью взросла колькость самозанятых грамадян. На стимулирование работников предприемствами выдатковано больше за 24 млн. рублей, 2 млн. на пропаганду здорового лада життя у працуных коллективах и утримания спортивно-оздоровленческих объектов.